Здарова. Привет. Как дела? Нормально. Ты откуда? Я из Украины, из столицы. Из Киева что ли? Чем занимаешься? В чат-рулетке общаюсь. А помимо этого? Сплю. И дружишь? Не, не дружу. Работаешь? Сплю. Спишь и в чат-рулетке общаешься? Да. Понимал. Как дела? Я же уже отвечал. Ну, я думаю, там уже остается, ну, типа, помилостная, ну, часов восемь свободных. Ты что-то делаешь же в это время? Да, доказываю глухим людям, что когда ты им говоришь, что ты не дружу, то ты не дружу. Ну, ладно, хорошо. А когда Киев станет Россией, что будешь делать? Если, скорее. Нет, ну, не если. Когда? Когда? Почему когда? Ну, либо станет Россия, либо не Украина, точно. А чем станет? Ну, у вас уже самостоятельное государство, по-моему, потерялось, нет? Где оно потерялось? Ну, его нет. С чего ты взял? Ну, потому что нет ничего собственного. Например? Ну, ты, ну, не знаю. Что у тебя есть собственное? Ну, у нас собственные границы, собственная экономика. У нас тоже собственные границы, собственная экономика, собственная страна. Границ уже нету, экономика размыша. Ну, как границы? Куда они пропали? Ну, пропали, было такое. Не было. Никуда они не пропадали. Они как были, так и есть. А, ну, то есть ты можешь сейчас в Донецк ко мне приехать в гости пиво попить, да? Ну, в Донецк тебе приехать в гости я не могу, потому что перед Донецком стоит куча свинорылых военных, поэтому я бы приехал. Ну, границы же пропали, получается. Нет, границы не пропали. А, ну, свинорылые стоят, не пустят. Да. А какой-то смысл от границы, если к ним нельзя проехать? В смысле? Ты немножко глупый вопрос задаешь. Нет, ну я... Суть вопроса не в том, что граница есть, а суть в том, что границу пересекли войска Российской Федерации и оккупировали. Ну, и она перестала быть твоей границей. Нет, она не перестала, она просто оккупирована. Сейчас, подожди одну секунду. А, то есть, уже ее нет как таковой. Блин, сейчас я потерял кое-что. Ты же, походу, суть мысли не ловишь. Я говорю, она есть как таковая. Плохо слушаешь. Ну, проехать ты не можешь к ней. Слушай, почему советские войска в сороковом году не могли проехать условно куда-нибудь в Ивано-Франковск? Потому что Бендера педальство на ровных встречал. Ну, чё ж ты обиделась. Ну, ответь на простой вопрос. Что если, смотри, если нацистские войска оккупировали какую-то часть советской территории, это что значит? Это территория теперь немецкая? Не, они же ее освободили. Ну, так и мы освободим. Дело времени. Какого времени? Не знаю. Может быть, десятилетие. Без понятия. Ну, ладно. А ты как сам лично это все воспринимаешь? Да я же тебе уже ответил. Как я это лично. А, то есть это твое личное, да, мнение? А почему ты не на фронте? Ну, потому что я не на фронте. А чем ты помогаешь тылу? Почему ты считаешь, что я, если не на фронте, я должен отчитываться перед тобой, как я помогаю твоему? Не, ну ты же пользу несешь своему государству какую-нибудь? А ты несешь пользу своему государству? Я несу, да, я несу. Какую ты пользу несешь? Ну, я работаю в объектах первой необходимости. Например? Например, электроэнергетика, ее производство не играл бы. Ну, да. Молодец. А, слушай, а вот ты мне как энергетик расскажи, пожалуйста, а почему вот в Севастополе проблемы со светом сейчас? Ты же как энергетик следишь за новостями? Ну, не особо. Почему в Ростове ограничено, а в Донецке как со светом? А, это ты меня спрашиваешь? Ну, ты же сказал, что ты в Донецке работаешь в этой отрасли. А кого мне еще спрашивать? Нет, часы позади тебя, спрашивай. Да, наверное, можешь их спросить. Будет результативнее, правда? Нет, я не особо знаю, кстати, в чем дело, но у них графики... В Донецке как со светом? Не знаю, кстати, не следил. Так ты же работаешь в объекте критической... Ну, и что, за всей страной буду следить, представляете, какая структура большая? Ты же в Донецке сидишь, ты сказал. Я? Нет, я в Ростове. А в Ростове как со светом? В Ростове нормально, немножко UFO проседает. Но это не из-за вас, это из-за температуры. В Ростове... В Ростове, по-моему, недавно были сообщения о проблемах, да? Не было. Со светом, ну как не было. Я ж помню, было. Угу. А сейчас поищем, сейчас поищем. Давай, давай, найди. Это ваше. Давай. Ну, не, я же тебе говорю, ты посмотри на то, что связано с температурой, аномально высокая. Это не от вас зависит, вы уже температуру не понимаете. Ограничения энергопотребления на полтора гигаватта введены в энергосистеме ЮГРФ. Да, из-за, из-за, из-за. Сбоя в работе генерирующего оборудования Ростовская атомная электростанция. Все, все верно. А ты же говоришь, никаких проблем нет. Ну, это стабильное явление. Это когда температура большая, средняя, по ЮФО, по Южному федеральному округу, вводятся ограничения. Ага. Ну, нет. Ну, я не знаю, может, тут есть информация, что была какая-то атака на энергоблок, осуществительная, там, удачная. Может, я поспорю еще тогда с тобой. Ну, я сдам заднюю, так скажем. Чего, о чем поспоришь? Я с тобой не спорю. Просто говорю, видел новости. Не, из-за температуры. Понятно. Понятно. Слушай, такой вот вопрос тебе хочу задать. Ты вот сказал, когда Киев станет российским. Мне, вот знаешь, что интересно? Узнать твое мнение, да, как ростовчанина. Вот. А какое в целом ты имеешь отношение, и в целом какое вообще Россия имеет отношение к Киеву, и зачем вам, чтобы Киев становился российским? Почему у вас-то такая, как, не знаю, идея фикс, что ли? То есть вам нужно, чтобы Киев... Нет, нам не нужно, нам не нужно. У меня, ну, нисколько встречный вопрос, только такой исторический вопрос. Хорошо, зачем тогда война происходит, если вам это не нужно? Ну, слушай, я это объясню в двух словах, как я это понимаю. Я сам с Донецка, сам с Донецка. Вот. И, ну, ты уже это слышал неоднократно, у тебя там уже аргументы припасены на этот счет. Вот, но в пятнадцатом году, в четырнадцатом, да? Сколько в Донецке районов? Да, да, да. Нет, я тебе не отвечу на этот вопрос, я не увлекаюсь на география Донецка, но... Ну, ты из Донецка. Ну, ты вообще из Донецка. А так, да. Ну, до 2000 года, в детстве был. Не, ну, почему ты смеешься? Не, ничего, просто увидел у меня смешные... Ну, я же тебе так же могу со смехом отметить. У меня смешные надписи просто на полу. Ну, да, давай дальше. Ну, да, ну, да. То есть, ну, люди захотели, как бы, свои границы отстоять, да? Нет, не понял. То есть, какие люди захотели оставить свои границы в плане... Да, да, административные... Вот как ты просишь человека, там, не знаю, не подходить к тебе близко, там, или как... Личные границы решили отстоять? Да, ну, типа того. И, ну, из-за этого последовала вооружённая вот эта вот вся история противостояния, нет? То есть, люди в Донецке решили выступить за свои личные границы? То есть, они сказали, что они не будут... Какие вот есть личные границы? За административные границы, не личные. Личные границы, это я и метр от меня, да. Ага, так всё-таки за административные границы. Ну, конечно, их приняли, ну, их стали слушать. Подожди, ещё раз. Ну, подожди, ну, то есть ты, блядь, четырёхглаза, блядь, знаешь, сколько там, получается, восемь лет назад, блядь, своих соотечественников. У тебя усы отрастись за это время, ты осмелил, блядь. Тебе кажется, всё, что это так и должно быть. Да, именно так. А когда вам дали пи***ы, а когда вам дали пи***ы за это в ответ, ты говоришь, ему блядь. Расскажи мне, когда дали пи***ы. Ну, дали пи***у в данный момент, когда ты сидишь в ахутке и прячешься от мобилизации. Расскажи мне, когда, когда... Да, прячешься от мобилизации, домой не выхожу, боюсь-боюсь. Ну да, да, да. Боюсь-боюсь-боюсь. ТЦК словят в бусик закинуть, да. Не, ну я тебе серьёзно говорю. Ну я тебе тоже серьёзно говорю, что эту... Нарушает? Не прыгай на бутылки. Я тебе тоже говорю, что вот эту... Вот это вот ИПСО уровня третьего класса можешь разгонять на алкоголиков 50-летних про ТЦК и бусики. Вот, это любой адекватный ч***. Почему не нужно будет тебе на е***а садиться? Смотри, мой аргумент начинается с того, что ты задаёшь нормальный вопрос какой-то. Я тебе на него отвечаю. Я тебе задаю нормальный вопрос. А то у тебя какая-то каша из несвязанных фактов и оскорблений. Давай ты как-то соберёшься, задашь вопрос. Нет, это уже это вкусно соснёло на... Это ваша... Это вот сугубо... Ты меня сейчас про потери начнёшь втирать, это у вас есть какая-то хуйня. В чём ты говоришь? Я тебе говорю, задай нормальный вопрос. Я тебе задаю нормальный вопрос. Почему у вас не надо въ***ать? Охуйный вопрос. Ну, если бы ты нормально сформулировал в меру своих возможностей, я так понимаю, ты пытался. Вот. Я как бы не совсем понял, но попробую тебе ответить. В общем-то. Давай. В 2014 году Украина, когда в 2014 году Украина вела военные действия, она по сути военным путём восстанавливала свою территориальную целостность. То есть никак не противоречия Конституции Украины и никак не противоречия международному праву. Помолчи, я договорю. Помимо Конституции международного права у вас там были люди живые? Я договорю. Живые люди, ваши знакомые, может быть, живые не было? Нет, живых не было. Все были мёртвы. Когда Украина отстаивала в 2014 году свою территориальную целостность, свои границы, она не нарушала ни международного права, ни своей же Конституции. Всё было сделано в рамках своей Конституции. Это легко сравнить с тем же самым, что делала Российская Федерация в Чечне, когда вы восстанавливали свою целостность, воюя в Чечне. Это во-первых. Во-вторых, мы отстояли свою территориальную целостность и практически уничтожили все сепаратистские формирования, а пока в какой-то момент не начали появляться там российские войска и российская техника. Вот и всё. Я надеюсь, я ответил на твой вопрос. Ты услышал мой ответ? Да, да, то есть ты, конечно, конечно, ты сидишь в Киеве и говоришь, мы отстаивали свою административную целостность, ввели военные действия, практически отстояли. То есть ты своих сограждан похоронил, блядь, под руинами осколков, добиваясь целостности, блядь. Покажи мне Донецк, покажи мне Донецк, лежащий в руинах. Еб***ь, я тебя умоляю. Покажи мне Донецк, лежащий в руинах. Ну вот, смотри, вот Донецк, вот руины, еб***ь. Ну просто этого нет, ты понимаешь? Ну конечно, да, не было. Никто там не умирал, да? Можешь поясничать сколько угодно, но этого нет просто. А, конечно, ты только что мне сказал, мы отстаивали свою административную целостность. Да, территориальную военную средство, да? И никто не умер из гражданских? Почему здесь никто? Ты говоришь, Донецк в руинах, где он в руинах? Нет, ну как бы его восточные части и западные. Где они в руинах? Посмотри на в***ю, посмотри сейчас на Харьковском направлении. Ну я тебе обещаю, мой ответ сейчас точно такой же, как у тебя. Мы отстаиваем свою территориальную целостность. Я сейчас просто... Что? Ну вот, да, такую же м***ю. Что ты несешь? Какую ты, гражданин Российской Федерации, отстаиваешься, не прыгай на бутылки, какую ты территориальную целостность отстаиваешь? Подожди, ты, вот условно, да, давай вот эти вот все моменты отбросим, ты взял за х***ю. Какие отбросим? Какие моменты отбросим? Ты взял? Ты как гражданин Российской Федерации, какую ты территориальную целостность отстаиваешь на территории Украины? Подожди, мой, 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 мой вопрос у меня сейчас, я тебе вопрос задаю. То есть ты, гражданин Украины, взял за х***ю своих граждан 8 лет назад, потому что они, ну, как бы, претендовали на свою независимость. Ну, по-братски за х***ю их такие, давай, х***ю, вы ж выюбаетесь, давайте вас за е***ем. И сейчас, ты спустя столько лет задаешь такие вопросы, ну, так и мы вас за х***или. Я опять не понял логики в твоих словах. Смотри, если гражданин России... Твои? Сейчас тихо. Твои соотечества? Я понимаю, ты очень любишь, ты очень любишь, ты очень любишь не слушать. Давай опять вот так сделаем. Давай, если гражданин России возьмет... Вот гражданин России, ты же гражданин России, ты же живешь в Ростове. Вот, допустим, другой гражданин России придет вот так вот и скажет, отныне Ростов является частью другого государства, теперь у нас будет Ростовская Народная Республика и с оружием будет прыгать на регулярные войска твоей страны. Жой. Теперь тот факт, что он гражданин твоего государства, отменяет его вот эти сепаратные намерения или нарушение Конституции, нарушение вообще всех существующих законов и всего на свете? Ну, я еще. Если я гражданин Ростовской области и моих граждан Краснодарского края... Ты именно гражданин Ростовской области. Ты вот гражданин Ростовской области. Ты дослушай. Ты дослушай. Если я, будучи гражданин Ростовской области, буду наблюдать, что моих сограждан, допустим, жителей Краснодарского края, ебашут силовыми методами из-за того, что они какую-то там свою позицию проявили, у меня будет позиция против этого, а у вас за это. То есть ты, еб***щая четырёхглазая мышь нахуй, радуешься то, что твоих же, б***ь, сограждан заб***шили. Они просто перестали быть вашими согражданами, и вы такие, ну мы не виноваты, это не наши, б***ь, ну правильно, что уже не Украина, нахуй, уже Россия, еб***ки. И вот пока вот эта граница будет подбираться к твоему самому очку, ты будешь счастлив и доволен то, что это не Украина, это всё остальное. Я не понял вообще ничего, что ты пытался сказать, давай ещё раз попробуем, смотри, у нас с тобой есть чёткий тезис, тебя волнует, никуда не буду смотреть, давай послушаю лучше. У нас есть с тобой чёткий тезис, у нас есть граждане Украины, которые, тихо, у нас есть граждане Украины, которые нарушают законы, и соответственно за это нужно поплатиться жизнью. Ты так имеешься в виду, да? Ну конечно, если человек просто берёт и отрывает кусок от твоего государства, то... Вот, его надо убить. Ну так если он это делает с оружием и стреляет, как ты будешь? Ну вот, да, да, ну ты даешься, да? Подожди, вопрос к тебе. Я же тебе привожу пример, я... Да, я за это, потому что по-другому невозможно. Смотри, расскажи мне, расскажи мне, секундочку, как получается так, что в Чечне Россия ввела войска, почему они просто не заехали в Чечню и не поарестовывали всех? Ты путаешь... Я ничего не путаю. Смотри, для вас Донецк и ЛНР, я надеюсь, они были не только административными границами... Объясни мне, почему Российская Федерация, когда зашла в Чечню... А Чечня для нас была на тот момент, в 90-е годы... Да, в 90-е, 94-е, 99-е, они были для нас... Ну, это не наше, это территориально, может быть, это было наше. В смысле, они граждане? Они были вашими гражданами? Нет, ну как-то людьми они были... Ну как это, нет, вы с ними были согражданами. Ну, это Советский Союз распался, и они оставались еще в СНГ, блядь. Я про то, что у меня не было там друзей знакомых. Они имели... Они имели... Они имели... Это другое дело. Такой же паспорт... А, это другое, все, я понял. Конечно, конечно. А ты взял своих сограждан, просто заху**рил, и сейчас сидишь довольный. Ну, разные вещи, аж нет? Нет. Я же тебе говорю, у тебя вот как будет граница подбираться... Еще раз, подожди секунду. То есть ты мне говоришь, что я... То есть ты говоришь, что украинцы плохие, потому что убили своих сограждан, а россияне, когда убили своих сограждан... Ну что, что убили? То это нормально. Посмотри Новый год в Грозном. Посмотри, посмотри, как проходил Новый год в Грозном. Вот просто забей... Забей в Ютубе, Новый год в Грозном. Я знаю, там майкопская бригада была танковая, я все это знаю. Так а в чем разница, если и там сограждане убивали сограждан? Я там с... Объясни мне, в чем разница. Я тебе объясняю, что разница. Я там с чехами детей не крестил, а у вас были связи. У вас были человеческие связи, культурные связи. У тебя не было связи, у кого-то другого были связи. Не было абсолютно никаких. Это другой народ. Ну как это? Ну подожди, ну ты сейчас с Нью-Йоркой... Вообще не было никаких связей. Это административный округ, я согласен. Но между украинцем, блять, восточным и западным больше общего, чем между русским и чеченцем. Ну ты не согласен с этим? Тебе смешно? Ну смысл в том, что ты своего брата ху**ил. И ты сейчас за это злорадствуешь. А вы не ху**? Ну они не братья мне. То есть чеченцы тебе не... То есть чеченцы пускай умирают. Ну они даже сейчас на вашей территории находятся, они Россию... Ну ты сам понимаешь, что они не очень признают. Ты ж не про это думаешь. В смысле не про это? У вас есть Чечня до сих пор в составе Российской Федерации. Если их сейчас ху** начнут, это другое будет уже? Да. А, ну понятно. Я понял. А у тебя? Не, подожди, у меня там знаешь что? Ну, допустим. Да мне всё равно. Это мусульмане, во-первых. Мусульмане можно убивать. Без проблем. Я правильно понял? По твоему мнению? А как нет? Ну подожди, ты же говоришь, они, во-первых, мусульмане. То есть что это значит? Я тебе пытаюсь сказать то, что ты своего брата ху**ил. И не жалел об этом. Понимаешь? Так каким образом он мне брать, если он против меня оружие поднял? А, да? То есть, а если ты там тетя была, дядя? Какая разница? Ну всё. Шо всё? Ну всё. Ну вот. Ну что ты будешь делать, если твой дядя возьмёт в заложники твою девушку и будет ей ножом в горло приставлять, сказать или ты отдаёшь мне кусок своей комнаты, кусок своей квартиры, или я её убиваю. А что ты будешь ему говорить? Дядя, брат, забирай комнату, забирай комнату, забирай всё. Если ты уже переобулся, значит, ты ещё раз переобуешься. Когда к тебе вплотную подойдут... Что ты тут переобуваешь? Я тебе говорю, когда к тебе вплотную подойдут, ты скажешь, я русский, б**ть. Нет, наоборот. Русские мои братья, б**ть. Происходит как раз таки наоборот. Вот недавно буквально видел видео, где российский... Или военный корреспондент, или кто рассказывал, что в Донецке до сих пор есть люди, которые ждут Украину и считают себя украинцами. Их очень мало. Их очень мало. А что такое? Вот это наши братья. Вот люди, которые ждут Украины. Ну, они будут долго ждать. Мне кажется, я им лучше уехал. То есть, подожди, для меня должен быть... Я правильно понимаю? Для меня должен быть братом тот... Не тот, кто украинец. Не тот, кто ценит язык, культуру. А тот, кто хочет быть частью России. Ты правильно понял? Нет, с кем ты вырос и с кем у тебя общается. Ты же не с кем ты вырос. Я ни с кем с Донецкой области вообще не рос. Я тебе говорю в том смысле... Что, ну все? Я тебе говорю... Тогда у тебя братишки европейцы. И, б**ть, может, там возьмешься за шпагу, кенту своему отсосешь. Ему ничего не такое, не знаю. Какие там у вас есть варианты? По-моему, как раз таки знаешь. Я вот не понимаю, о чем ты. Ты, видимо, лучше подкова. Смотри, ты мне лучше расскажи, почему для меня, как для украинца, для меня должен быть братом тот, кто хочет быть частью России. Если я считаю, что я украинец, я хочу говорить на украинском языке, и я считаю себя частью украинского народа, что я должен становиться россиянием? Ну, я не совсем это хотел сказать. А что ты хотел сказать? А что, они не хотели стать россиянами? Не, я хотел сказать то, что вы своих братишек за***ли. Я же тебя спрашиваю, по какому принципу? Ну все, я понял твой принцип. Ты мне сказал, если они встают в приоритет конституции, нарушают ее... Что нанесешь, я тебе говорю на самом... Хорошо, давай я тебе еще проще пример задам. Смотри, есть Советский Союз. На Советский Союз наступает, к примеру, нацистская Германия. Да, хорошо, не наступает. Берет, к примеру, какая-нибудь, я не знаю, условно... Не знаю, там, Ленинград, да, Ленинградская область говорит, мы хотим быть частью Финляндии. И начинают просто отрывать Санкт-Петербург и делать его частью Финляндии. Нормально? Пускай делают. Смотри. Куда смотри? Та часть русского народа, которая была связана с Санкт-Петербургом, они как к этому отнесутся? Ты мне ответ на вопрос, нормально, что они берут и отрывают? Ну, ты мне сейчас просто о каких-то в штеративных границах это всё расскажешь. Ты х**а вообще чистая, б**ь. Что ты несёшь? Ну, это буквально... У тебя шестерёнки не поворачиваются. Это буквально тот же пример. Буквально. Нет, это абсолютно не тот же пример. Различия мне привить. Ой, б**ть, короче, ты х**а тугой, зеркой я. Ну, шо тебе непонятно, б**ть? Ну, ничего, что ты так самокритична к себе. Очень тяжёлый. Очень тяжёлый человек. Субтитры добавил DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин